Я работаю в Институте Российской Истории РАН и Высшей школе экономики. И вот доклад сегодняшний, это часть такого большого коллективного проекта, который поддерживается вышкой и посвящен институциональной эволюции в России нового времени и роли элит в этом процессе. Новое время мы понимаем, так скажем, с конца 17 века и до пореформенного периода, включая пореформенный период. Моя часть этого довольно большого проекта – это формирование профессионального сообщества экономистов в 19 веке и их влияние на правительственную политику, общественное мнение, ну и в конечном счете на экономическое развитие России. То есть, иначе говоря, меня интересует экономическое знание, его идеологическое развитие, содержание и риторическое обрамление, система экономической экспертизы, каналы получения информации, которыми располагали экономисты и правительство, соответственно, формы коммуникации между экспертами, экономистами и обществом, в том числе и предпринимателями. На первый взгляд, эта тема выглядит практически необъятной. На самом деле, это не совсем так. Следует иметь в виду, что в России на протяжении большей части 19 века, по крайней мере до конца 80-х годов, речь в данном контексте может идти о достаточно ограниченном круге людей и институтов. Людей, имевших прямое отношение к экономическому знанию и одновременно разработке каких-то конкретных правительственных мер, вплоть до эпохи, так скажем, условно, Витты, можно пересчитать по пальцам, если не двух рук, то, наверное, пяти-шести. Конечно, экономическую политику можно при желании найти в эпохе Ивана Грозного, однако, если не считать ее аналогом, собственно, фискальной политики, то первые такие попытки сформулировать общие представления о законах развития экономики и о роли государства в этом процессе приходятся только на первую половину 19 века. При этом они были результатом прямого импорта идей из Европы и вплоть до середины века зречайшими исключениями оставались достаточно оторванными от реальной политики кабинетными упражнениями или попытками придать видимость такого теоретического обоснования того или иного курса, в основе которого лежала все же почти исключительно фискальная мотивация. И только с конца 40-х годов в России формируется достаточно вот этот немногочисленный слой чиновников, ученых, которые интересовались не только преподаванием политэкономии, как более-менее экзотической дисциплины, но и возможностями ее применения на практике. И с началом эпохи великих реформ эти люди такую возможность получают, с удовольствием ей пользуются, оставаясь при этом в течение достаточно долгого времени, повторю еще раз, достаточно узкой такой корпорацией. Ну, соответственно, моей задачей было понять, как эта когорта экономистов сформировалась в рамках старого Николаевского еще порядка, какие институты в сфере производства знания, социальных коммуникаций и государственного управления сделали появление этих людей возможным, как они повлияли на их мышление, каким образом в их руки попали очень значительные полномочия и ресурсы в конце 50-х и 60-х годов, ну и в дальнейшем, и как экономические, институциональные, идеологические рамки форматировали, задавали пределы возможного в их деятельности. Надо сказать, что в нашей историографии, не только в российской, ну, в историографии истории России 19 века, как бы эта тема, можно сказать, распадается на несколько не очень связанных друг с другом направлений, на три в основном. Отдельно существует экономическая история, то есть история развития экономики Российской империи. Да, здесь в течение очень долгого времени, а отчасти и до сих пор, Тон задает известная парадигма, сформулированная в свое время Александром Дершинкроном в 60-х, 50-х, 60-х годах еще. Я напомню буквально коротко, пунктируем, к чему она сводится. Эта парадигма пытается описать в категориях догоняющего развития и относительной отсталости, это термины Гершикрона, значит, место России и не только России, других стран в индустриальной революции главным образом. Для Гершикрона есть как бы три модели. Одна, это условно такая идеальная модель, это Британия, конечно, классическая страна индустриальной революции. На континенте он выделяет, все остальные континентальные страны, собственно, догоняли Британию по Гершикрону. И он выделяет несколько моделей такого догоняющего развития. Одна из моделей, это модель франко-прусская, так скажем, где ключевое место в концепции Гершикрона занимает представление о заменителях. В Англии, в классической модели, как бы индустриализация двигалась с помощью того, что Маркс называл первоначальным накоплением капитал. То есть, собственно говоря, капиталами предпринимателей. Так это стартовало. Во Франции и Британии, где это накопление было недостаточно, вступали в дело заменители. Вот в этих двух странах заменителями по Гершикрону были банки, которые более-менее активно, акционерные главным образом банки, инвестировали в промышленность и таким образом аккумулировали ресурсы. Банки заменяли частную, так сказать, инициативу по Гершикрону отдельных предпринимателей, как это было в Англии. А в России все было совсем плохо. Тут и финансового капитала, и банков особо не было. И поэтому, считал Гершикрон, роль первоначальной частной инициативы и даже банков вынуждено было играть государство, которое с помощью перераспределения такого масштабного ресурсов напрямую закачивало инвестиции в экономику. И закачивало оно их главным образом в тяжелую промышленность, а выкачивало из сельского хозяйства. Вот такая схема Гершикрона. Последние лет 20-30 она интенсивно разрушается разными поколениями ученых, да, уже, наверное, и 40. Так, непрерывно, значит, атакуют Гершикрона и практически полностью дезавуировали все элементы этой концепции, да, то есть и по отношению к Англии, и по отношению к Германии, по отношению ко Франции, и в особенности по отношению к России, потому что Россия его очень сильно интересовала и особо интересовала, да, доказано, что каждый из элементов этой концепции, он, в общем-то, не соответствует действительности. Ну, я еще к этому буду возвращаться. Смысл-то в том, что для Гершикрона, конечно, когда он писал, не было в руках никаких особых исследований, базовых таких, на которые он мог бы операться, и поэтому все его построения, особенно в том, что касалось России, ну и не только, это в значительной степени такие, как бы сказать, логические конструкции и плод интуиции его исследователя, экономиста, и там в какой-то там мере фантазии, да. И историки-ревизионисты больше всего его упрекают в том, что он очень часто следует, это важно, за тем, что писали и думали, когда он пишет о России, там, о роли государства, скажем, огромной роли государства, русской индустриализации, или о пагубной роли сельской общины, которая мешала, значит, этой индустриализации и так далее. Он следует просто за публицистикой, за общественной мыслью 19-го, начала 20-го века, ну да, естественно, строит свои аргументации в рамках, там, экономической науки своего времени, но, как бы, это повтор тех самых моделей, стереотипов и мифов, которые бытовали тогда в российской общественной мысли. Ну, а экономисты, опираясь на первичные источники, на статистику, насколько ее можно собрать, да, они доказывают, что нет, государство не имело ни желания, ни ресурсов на самом деле, и не было таким главным инвестором, более того, не особенно контролировало размещение, значит, инвестиций, что сельская община совершенно никак не мешала такому относительно медленному, но все-таки развитию, там, аграрного производства, что промышленность начала развиваться задолго до того, как Витте объявил, что у нас будет, значит, такой рывок, что мы все будем делать для того, чтобы создавать тяжелую индустрию и так далее. Но начала развиваться еще, там, 60-е, 70-е годы, хотя, может быть, это и не была еще индустриальная революция, и так далее, и так далее. Что здесь важно, на мой взгляд, подчеркнуть, что, во-первых, что Дершинкрона и всех, кто спорит с ним, в основном, все-таки интересует период с 90-х годов и дальше, потому что по более раннему времени, особенно по периоду до начала 80-х годов, статистические источники у нас настолько ненадежны, что никакую внятную картину экономического развития просто невозможно построить. Это все какие-то пятна только, по крайней мере, на том уровне их обработки, которые сейчас есть, которые не сильно меняются, надо сказать, с годами. Таким образом получается, что из поля зрения выключается большая часть 19 века, во время которой в это время что-то происходило, происходили очень важные подвижки, но не объяснить их, закономерности, не как бы статистически сделать выкладки, которые бы их иллюстрировали, нет возможности сейчас. Это вот такое экономическое направление. Ревизионисты, критики Дершинкрона, они считают, так сказать, это такое сейчас более-менее общее мнение, такой мейнстрим, что Россия на самом деле вовсе не так катастрофически отставала, что она очень успешно развивалась, но опять-таки там с 80-х, 90-х годов. И что по темпам, ну как известно, очень часто цитируется в СМИ, по темпам развития мы там были на очень высоких позициях в мире и так далее, и так далее, и что на самом деле ничего такого трагического не было. Я должен сказать, что, конечно, серьезный такой непредвзятый взгляд не подтверждает, сразу скажу, это представление. Я вот сейчас покажу вам, собственно говоря, базовый параметр экономического развития страны. Это национальный доход на душу населения. Тут вы видите, 61-й год и 1913-й. Данные Пола Грегори, главы этой ревизионистской школы. То есть вот он сам их приводит. Как вы видите, здесь мы что можем увидеть? Темпы, относительные темпы роста. И мы видим, что Россия на самом деле за 50 реформенных лет никого не догнала. За исключением Италии. Отставание от Италии, как вы видите, оно снизилось совсем чуть-чуть. Был индекс 258, стал 219. По сравнению с прочими государствами, этот индекс, разрыв, то есть, да, между... Разрыв уровня развития экономического не сократился, а вырос. Причем порой довольно значительно. Вот США, посмотрите, он очень сильно, этот разрыв увеличился. Обычно говорят, что объясняется это тем, что в России был бурный демографический рост. То есть это же на душу население. А на самом деле, если считать вал, а не пересчитывать подушный, то мы получим очень внушительные цифры. Но это немножко лукаво, потому что, допустим, во Франции была стагнация демографическая. Но население США и Германии, в США росло население быстрее, чем в России, да? В Германии сопоставимыми темпами, чуть-чуть меньше. И это не помешало, как вы видите, Соединенными Штатами и Германии очень сильно увеличить отрыв. Но это вот, чтобы сразу сказать об объективных более-менее данных, о том, что касается экономического развития страны. Вот это экономическая история. Второй блок историографии – это история экономической мысли, которая никак с экономической историей не связана. Это история, собственно говоря, концепций политэкономических. Это гораздо меньше объем литературы, и тоже людей, конечно, интересует конец XIX и XX века. То есть это гораздо больше людям интересен Кондратьев, Кузнец или Леонтьев, чем экономисты первой половины XIX века и по реформенному времени. И понятно, почему. Политэкономия этого времени ничего фактически не дала мировой мысли. Вот классическая работа Йохима Цвайнерта сфокусирована в основном на таком малоизвестном русско-немецком или немецко-русском экономисте, как Шторх. Он действительно был очень известным в Европе ученым в первой половине XIX века. И он был, что редкость для российской политэкономии, оригинальным мыслителем. Он считается создателем теории внутренних благ. Цвайнерта гораздо больше интересует Шторх и его идеи, чем, естественно говоря, герои моего доклада, которые все были поголовно эклектиками. Практически ни один из них ничего, в принципе, не создал с точки зрения истории мысли экономической. И для него это либо эпигоны, либо так или иначе люди, которые противоречиво сочетали разные идейные парадигмы. Но, на мой взгляд, тот факт, что эти люди не были выдающимися экономистами и мыслителями, совсем не означает, что они не оказывали какого-то серьезного влияния на правительственную политику. Как раз Шторх такого влияния не оказывал вовсе никакого или почти никакого. А герои, значит, моего доклада, Тернер, Ломанский, Безобразов, Рейтерн, они были не просто теоретиками, теоретиками они были, так сказать, не очень. Они были главным образом практиками, поэтому это интересно. И третье направление – это правительственная политика. Вот история правительственной политики. Здесь господствует такой тоже, как и в случае с Дершинкроном, коренящийся в общественной мысли того времени стереотип, если хотите, идея, что 60-е и 70-е годы, то есть период великих реформ, это время либерального экономического эксперимента. Значит, люди, о которых я говорю, вот это новое поколение чиновников, ученых, экономистов, они получили, они были достаточно молодые, о чем еще скажу, они получили в своей роте очень большие ресурсы. И повинуясь, значит, импортированным из Европы идеям, да, суть которых сводилась класса ФР и там фритрейд, они, значит, попытались эти идеи применить в России, потерпели полное фиаско, да, были раскритикованы, их деятельность дала самые, так сказать, плачевные результаты. И в итоге, в соответствии с этой концепцией, где-то с конца 70-х годов, под влиянием тоже общеевропейского тренда движения от Лассе ФР к протекционизму и, значит, государственному контролю над экономикой, эти люди сошли абсолютно со сцены или сменили свои убеждения, и на сцену вышло поколение совершенно новое, поколение, собственно говоря, Витте. Вот, на мой взгляд, это, так сказать, отчасти адекватно, конечно, описанная реальность, но она описана, опять-таки, по лекалам общественной мысли, тут нужно очень внимательно посмотреть, что было на самом деле. В качестве контекста, как я уже говорил, политэкономия появилась в начале 19 века России всерьез, да, хотя были отдельные люди там еще при Екатерине Великой, Десницкий, например, который в Глазго учился и очень большим поклонником Адама Смита. Но так вот, моду смятианства, а именно оно пришло в Россию в это время главным образом, оно в моду вошло где-то в десятые, двадцатые годы. Это всем известный факт, да, там достаточно вспомнить хрестоматийную эту строфу из Елене и Онегина. А вот такой историк экономической мысли наш, советский, приводит такой еще более характерный и выпуклый факт. В свое время такой был Георг Сартуриус, немец, который популяризировал Смита в Германии. И его книга, она называлась «Начальное основание народного богатства и государственное хозяйство, следуя теории Смита». Она была переведена с немецкого на русский в 1812 году в Казани. И вот Блюмин нашел экземпляр со списком подписчиков на это издание казанское, да. И вот он пишет, действительно фантастика. Среди подписавшихся, он пишет, имеются, ну, само собой, губернаторы, это все провинция глубокая, предводители дворянства, архиереи, священники, штаб-лекари и письмоводители, бурмистер, ученики Нижегородской гимназии и многочисленные купцы и мещанины. Из таких городов, например, как Соликамск, Шадринск, Кунгур, Верхотурия, Иркутск, Нерчинск, Якутск и Нарым. Они там читали с Арториуса. Можно себе представить, до какой степени это, как бы, модно было, да. Другой вопрос совершенно, что эта мода никак, я уже говорил, не влияла на правительственную политику. Такой довольно известный русский государственный деятель, автор биографии Исперанской. Корфун так вот формулирует, очень ярко и характерно, и, в общем-то, правдиво, что смятианство было абсолютно оторванной от реальности теории, да. Чуть позже, да, ну вот единственное, он пишет, Сперанский первый, он покусился у нас вести первым и последним практически в первой половине 19 века. Что имеется в виду, это знаменитый план финансов Сперанского 1810 года, где он очень радикальную программу финансовой реформы сформулировал, включая создание государственного банка, значит, введение, значит, металлического стандарта, тогда была жуткая инфляция, и массу других очень полезных и нужных вещей. Но все это абсолютно не осуществилось, кроме повышения налогов предсказуемо, да, то есть покусился он именно ввести это все. Тем не менее, вот это присутствие России в интеллектуальном поле, да, присутствие политэкономии в российском интеллектуальном поле, преподавание политэкономии в университетах, более-менее, так сказать, легальное, в любые даже самые мрачные эпохи, она создавала какой-то такой идеологический контекст. И, парадоксально, но факт, именно, повторю, либеральный вариант, то есть классическая политэкономия пришла в Россию первой в виде, так сказать, Смита и его эпигонов, да, там не только, так сказать, был Сарториус, но там Сей был главным таким французским популяризатором Смита, который был безумно популярен. Чуть-чуть позже приходит в страну, но тоже в систему преподавания, да, то есть в круг такого интеллектуального чтения некоторых представителей элиты, так можно сказать, приходит немецкий камерализм, да, который тоже, в общем-то, базировался на основе смитянского учения, но очень сильно от него отличался и по уровню абстракции, там, условно скажем, не дедуктивный метод, а индуктивный был. Достаточно такой пример повести у Сея, его классический курс политэкономии построен, это из трех частей, он состоит на такие части производства, воспределения, потребления, да, то есть вот классика. А у, значит, аналогичные курсы, которые писали, тоже, в общем-то, основываясь на смитянстве немцы, в том числе и русские немцы, они имеют совершенно другую, с другой структурное членение. Экономическая теория, экономическая практика и еще одна экономическая практика, государственные финансы, то есть главный предмет камерализма, собственно говоря. Тем не менее, вот как-то гибрид этот преподавания и обучения сохранялся, и, как выяснил Цвайнер, самым популярным учебником политэкономии в России в первой половине 19-х был учебник РАУ. РАУ – это такой, ну уж совсем, так сказать, не теоретик, а просто это как бы школьный такой учебник камерализм-косметианский. Что же происходило в сфере, где, в сфере не преподавания политэкономии, а, собственно говоря, в сфере применения политэкономии? Здесь можно выделить, наверное, очень важный такой рубеж, где-то в 30-е годы он произошел, не могу это развернуть, к сожалению, по недостатку времени. И смысл заключался в том, что какие-то достаточно робкие попытки реформ, скажем, попытки создания правовых институтов соответствующих, которые бы так или иначе содействовали экономическому росту. Регулирование, скажем, создания акционерных компаний, товариществ, биржевой деятельности, создание каких-то правил игры для инвестиций, поощрение промышленности, технического образования. Все это довольно активно происходило во второй половине 20-х и в первой половине 30-х годов. Потом все изменилось, и правительство как будто бы утратило абсолютно интерес к этой сфере, к поощрению промышленности, собственно говоря, к приходу современных для того времени институтов и технологий, хоть в какой-то форме, хоть в форме каких-то бледных опытов из Европы. Связано это со многими факторами, в первую очередь, наверное, с тем, что 30-е и 40-е годы – это такое становление, как известно, национального проекта, такая национализация имперской идеологии, что больше всего известно по триаде Уварова, некоторым подобным вещам. Но именно в это время, понятно, как это влияло на промышленно, на экономическую политику и концепцию правительства. Основной становится идея о том, что классический экономический путь развития того времени, то есть Британия, который давала, и который был известен в основном по литературным образцам, по британской и европейской публицистике, он совершенно ужасный, он не подходит не только для России, но и для любой нормальной страны, потому что она ассоциируется с биржевыми спекуляциями, постоянными кризисами финансовыми, с мыльными пузырями, которые, несмотря на все регулирование, лопаются, с банкротствами, с разбухшими городами, с ужасной нищетой пролетариев, которые лишены всякой собственности, с обострением социального вопроса и так далее. Хорошо известна эта картина классическая. Она пришла в Россию почти одновременно с тем, как она пришла в Европу. Россия на этом фоне представлялась сторонниками такого взгляда, что это ненормальный путь развития, какой-то своего рода тихой гавани. И, соответственно, то, как она развивалась, стало считаться не только не отставанием, но просто совершенно иной моделью развития, как бы своего рода нормой. И еще там Шлёцер, один из первых наших немецко-русских политэкономов, сын известного историка, он прямо писал, что Россия еще спокойно несколько веков может развиваться на ресурсе аграрного производства. Несколько веков. То есть там совершенно другой был горизонт планирования. А в этот момент действительно в Англии бурлили страсти, там сотнями лопались каждые 5-10 лет банки и акционерные компании, ну, не акционерные тогда еще, да, и, значит, разные компании. Действительно, британские города, особенно промышленные центры, конечно, выглядели довольно противоречиво, так скажем. Соответственно, банки, коммерческий кредит, железные дороги, инвестиции, парламентаризм, политическая борьба, все это как-то стало увязываться в один такой комок и стало считаться симптомом и залогом не быстрого роста, а такой болезни своеобразной, да, лихорадки. Ну и, соответственно, вот главный такой носитель тогдашний, человек, который одновременно формулировал и осуществлял экономическую политику в империи, министр финансов граф Канкрин, он прямо писал, что лучше не разрешить 10 полезных предприятий, чем допустить одно такое, которое могло бы повредить общественным интересам. Ну, всем известно, что он был принципиальным противником железных дорог в каком бы то ни было там виде, банков акционерных и так далее, и так далее, и оставался вплоть до своей смерти в 45-м году на этой позиции. Очень непопулярен в России был, здесь она тоже, российская общественная мысль, отталкивалась как бы, да, Мальтус. Мальтус это было такое своего рода идеологическое исчадие ада для русских. Ну, естественно, все писали, что вот у них там мальтузианство, это может быть, это ужасно, но может быть и имеет смысл. Но у нас-то с такой территорией и с крестьянами, которые привязаны к общине, опять, еще несколько веков ни о каком перенаселении, ни о каких мальтузианских ножницах не может быть и речи. Вот, соответственно, был такой очень известный польско-русский экономист, первой половине 19 века, классик, можно сказать, Людвиг Тенговорский, да. И он в своей тоже классической книге, которая была написана в конце 40-х, в начале 50-х годов, вот по-французски вышла в 55-м, по-русски чуть позже, на несколько лет, он прямо формулирует этот мейнстрип, да, то есть Тенговорский был смятианцем, естественно, он мыслил в классических категориях политэкономических. И, тем не менее, он изобретает, вы видите, какую-то сельскую, особую сельскую промышленность, да, которая опирается на общину, которая фактически, это такой, один из ранних вариантов народнической доктрины. Не то, что он изобрел это, нет, конечно, это изобрел как с Гаузен, но, или даже не как с Гаузен, не очень важно, кто изобрел, он просто воспроизвел стандартную парадигму мышления. И вот посмотрите, что случилось, это Вернадский, Иван Васильевич Вернадский, человек, который был переводчиком книги Тенговорского с французского на русский, можно сказать, был его в каком-то смысле учеником, он прямо, так сказать, комментирует все это совершенно уже классически, да. То есть, что важно для Тенговорского в этом аргументе? Патриархальное устройство, не зарождая пролетариата, такие маркеры, да, бича этого новых обществ. То есть, вот один взгляд на экономику, а у Вернадского классический взгляд. Просто сельская промышленность плоха, она мало производит, и поэтому, неважно, там есть пролетариат, нету, не нужно ее поддерживать, да. Вот эта революция в мышлении, разрыв между двумя поколениями, да, он и возрастной был, и идеологический, здесь очень хорошо видна. И произошла эта революция, то есть, сформировалось это новое поколение в 40-е и 50-е годы, получила возможность вот такие вещи публиковать и тем более реализовывать политически в конце 50-х годов. Что лежало в основе этой революции? Прежде всего, с точки зрения институтов. Конечно, это какие-то подвижки в системе образования. Очень примечательно, что три ключевых деятеля этой когорты, этой группы небольшой экономистов, рейтер, министр финансов на протяжении почти всего реформенного периода и главный, так сказать, интеллектуальный двигатель, можно сказать, экономической политики новой, но если не интеллектуальный, то хотя бы административный. Ломанский, глава Государственного банка и фактически его создатель, и человек, это, наверное, точно интеллектуальный двигатель этого процесса, и Безобразов, Владимир Павлович, академик, который занимал в нашей академии кафедру Шторха, то есть кафедру политической экономики, политической экономии. Они все три закончили с интервалом несколько лет царскозяйский лицей. О чем это говорит? Система, которая дала во Франции поколение экономистов, инженеров, которые, собственно говоря, осуществляли французскую индустриализацию, о чем чуть позже я скажу, базировалась, как известно, на вот этой структуре закрытых школ, созданных до Наполеона, политехническая школа, горная школа. Школа, значит, дорог и мостов, и там целый ряд вот этих учебных заведений, которые были корпоративно организованы образом совершенно отличным от классического университета, до классического университета тоже, да? Вот в России такую подобную, хотя далеко не в таких масштабах роль, играли тоже закрытые учебные заведения, подобные, совсем их немного было, и они не так были хорошо институционально оформлены, подобные французским школам. Это, прежде всего, лицей царско-сельский, во-вторых, это училище правоведения чуть позже, да? Ну, училище правоведения поставляло в основном кадры, да, так сказать, собственно, юристов, да? Это тоже важно было, но экономистов оттуда мало вышло. И несколько передовых университетов, неожиданно передовых, вроде Киевского, да, которые тоже несколько классических представителей этой когорты. Бунге, например, более позднего министра финансов, до этого, значит, ректора Киевского университета, тоже политэконома Вернадского, вот как раз он тоже Киевский университет закончил. Во-вторых, новые формы социализации, я бы так сказал. Во-первых, это РГО, конечно, русское идеографическое общество, которое совершенно новое пространство для дискуссий создало, непривычное для Николаевской России. И было такой формой консолидации представителей разных ведомств, разных течений внутри, значит, тогдашней бюрократии молодой. Во-вторых, это, наверное, отдельные министерства, наиболее продвинутые МГИ, Министерство государственных имуществ и МВД, да, не Министерство финансов. Министерство финансов Конкрена не дало ни одного более-менее значимого экономиста по реформенному периоду, что тоже очень характерно. Несколько из них, выходцев из Конкриновского министерства, на первых порах занимали руководящие позиции. Княжевич был министром, значит, Гадемейстер был ключевым деятелем министерства, но все они в начале 60-х годов сошли со сцены очень быстро, из-за некомпетентности своей. И передали, фактически, уже окончательно разды, значит, руководство экономической политикой в руке вот этого небольшого кружка. Очень большую роль, конечно, сыграли ведомственные издания, тоже очень интересная такая была форма их консолидации. То есть разные журналы Министерства государственных имуществ или там какая-нибудь официоз на французском языке газеты Ленор и так далее, где они оттачивали свои навыки письма, там публичные речи, да, и тому подобное. Что в идеологическом смысле можно сказать об этих людях? Здесь, как я уже говорил, увы, мы не можем, на мой взгляд, выделить какой-то одной доминирующей струи. То есть они бесспорно были сторонниками классического учения, то есть либералами, да, фритрейдерами. Вроде бы, да, именно это и позволяет конструировать вот эту идею о том, что это был либеральный эксперимент. С другой стороны, на мой взгляд, гораздо большее, не поверхностное, а такое глубокое влияние на мышление этого поколения экономистов оказалось совершенно другая модель, только косвенно, которую можно назвать и далеко не в полной степени либерально. Это сенсимонианская модель, да. Сенсимонизм известен в основном как радикальная утопия, социальная, религиозная. Это сенсимонизм конца 20-х, начала 30-х годов, собственно, Сенсимона, Анфонтена, Базара и Конта, в конце концов, да. Но мало кто, в общем-то, знает, что именно в этом кружке, или в секте, если хотите, уже после смерти самого создателя, после смерти Сенсимона в конце 20-х, начале 30-х годов была сформулирована такая достаточно радикальная, но при этом не очень утопическая в чем-то, да, модель индустриализации. Та модель, которую, можно сказать, потом описал Гершинкрон. Главным инструментом индустриального развития по сенсимонистам должна была стать банковская система, организованная на совершенно принципиально новых началах, да, иерархически выстроенная, и которая должна была являться, ну, как бы, сенсимонизм – это, в принципе, дирижизм, да, это, вот, как бы, плановая система. Система планового, насколько это можно, этот термин применить по отношению к первой половине 19-го века, не индустриальной стране еще тогда, да, система плановой экономики. И инструментом, или, точнее говоря, и одновременно, и ресурсом, и конечной целью должна была стать именно банковская система. Вот вы видите, это цитата из классического изложения этой доктрины, авторства Базара, не самого Сенсимона. И мы видим здесь вот эту структуру. Пока еще она не очень разработана, да, она еще довольно умозрительная. Но вот во времена Наполеона III во Второй империи то, что при июльской монархии уже все давно забыли про сектусом, про Сенсимона, про их общину, про глоб и так далее, эти люди уже, которые составляли, в основном это были молодые выпускники, студенты вот этих самых школ, очень молодые банкиры, ну, собственно, цвет элиты такой деловой и бюрократической июльской монархии в 30-40-е годы. Но только при Наполеоне III они смогли фактически прийти к власти, и в каком-то смысле Наполеон полушутя говорил, что он социалист, да. Ну, это такой бессмартианский вид социализма, да. Ну, и отчасти он, конечно, шутил. Но, тем не менее, нужно сказать, и многие сейчас подчеркивают это, что он был таким, своего рода, сенсимонистом на троне. Мне очень нравится вот этот контраст. Это парочка, вот видите, двух ключевых деятелей финансового и промышленного мира Второй империи, братьев Перейр. Вот вы видите парадный портрет Бонапарта, и здесь еще царствует, можно сказать, XVIII век, да, это такой ампир. И вот совершенно другая эпоха. Но ведь это в одно время сделано. Это и то, и другое, это 50-е годы. И здесь перед нами два миллионера, два человека, которые создали самую известную компанию XIX века. Эта компания называлась Креди Мобилье, мобильный кредит, не знаю, банк, да. Но банк, основанный на таких совершенно новых началах. Вот вы видите, насколько можно реконструировать структуру, вот эту тройственную структуру банковской системы, как ее представляли себе Перейры. Банк де Франс, он еще Наполеоном был создан первым, да, эмиссионный был банк. Он как бы должен был быть таким, условно скажем, регулятором. А вот ключевую роль перераспределения ресурсов, аккумуляции их и закачивания в отрасли определенной, о чем чуть позже скажу, должен был играть в Креди Мобилье, транснациональный инвестиционный банк. Это было своего рода, это было отчаянное предприятие, в какой-то момент в 50-е это был акционерный банк, в 54-м, кажется, году они выплатили дивиденды в 44% на акцию. И это было совершенно фантастически, да. А уже через 3 года 4 всего. То есть он довольно быстро сдулся, но тем не менее он стал такой моделью, орицательным чем-то. Ну и вот низший элемент этой системы – это общество взаимного кредита, которые должны были аккумулировать ресурсы мелких буржуа, так скажем, простого народа. Теперь мы видим, что экономисты, экономические историки, это мнение одного из таких очень авторитетных сейчас экономических историков, они пишут, что это все неправда. Перейры строили свою модель, сознательно противопоставляя ее классической модели, условно скажем, Ротшильдов. Они враждовали с французскими Ротшильдами. И вот если Ротшильды – это классическое семейное предприятие, такое построенное как система очень осторожного, значит, даже не инвестирования, а выделение судно-учетной операции в основе лежали. То есть это вексельные, главным образом, операции, подтоварные суды и короткие кредиты. Ротшильды не очень любили соваться в инвестиции и в биржевую игру, по крайней мере, так безбашенно, как это делали Перейры. Но, как пишет Ричард Сайло, на самом деле современные данные говорят, что роль вот этой новой модели во Франции была не очень велика. Она была безумно влиятельной в идеологическом смысле. Она была самой известной. Сейчас я об этом скажу. Но на самом деле экономику скорее создавали банки типа Ротшильдов и еще более мелкие частные банки, даже не акционерные. Вот в США, видите, тоже был свое креди-мобиле, которое никакого отношения к Перейрам не имело. И это была знаменитая афера с Union Pacific. Это железнодорожная компания, которая построила дорогу со Среднего Запада до Тихого океана. Это была самая известная, наверное, афера американская того времени. Выяснилось, что, собственно, Union Pacific был генеральным заказчиком строительства, а генеральным подрядчиком был креди-мобиле. То есть, действительно, именно рецательно. Французские они назвали свой банк. Но владели, как потом оказалось, и той, и другой компанией одни и те же люди. Теневым образом. Это значило, что креди-мобиле, как генеральный подрядчик, выставляет счета на выполненные работы Union Pacific, а Union Pacific за счет, в основном, федерального бюджета их оплачивает. Там цена вопроса была чуть меньше, по-моему, 100 миллионов долларов. Это было очень сомнительное с точки зрения коммерческой предприятия, потому что, в основном, по пустыням строилось. И не очень понятно было все это. Все это вскрылось через несколько лет. Оказалось, что владельцы обоих компаний, то есть, еще раз повторяю, одни и те же люди, они массово подкупали сенаторов и конгрессменов, просто давали им акции с большой скидкой. А поскольку эти акции были высоко ликвидные, то это фактически была взятка. И вот здесь мы видим карикатуру. Это не помешало одному из этих людей стать президентом Гарфилду через несколько лет. Это не очень сильно повлияло на репутацию большинства. Один только пострадал, которому здесь на карикатуре характери предлагают сделать. То же самое абсолютно мы наблюдаем в России. Сюда Перейры и вообще эта модель кредимобилье приходят практически сразу после смены царствования, заключения Парижского мира. Вот вы видите Шарль де Морни, это сводный брат Наполеона III, которого император назначил послом в Петербурге. Он был с 1856 по 1857 год. И именно в это время наблюдается в дипломатическом смысле русско-французское сближение, а в коммерческом появляется самая, наверное, известная русская компания акционерная того времени. Это главное общество железных дорог. Оно появляется в конце 1856 года. И вот здесь очень характерный совет его представлен. Как вы видите, на последнем месте тут как-то очень скромно фигурирует Перейр. Главный такой финансово-идеологический двигатель этого всего дела. Но если мы внимательно посмотрим, то наряду с очень уважаемыми тогдашними европейскими банкирами, типа Фауэль Беринга, Франца Беринга, здесь присутствуют практически все слои общества. Мы видим здесь и придворную, и высший свет, это Мейндорф, и отчасти Бобринский, Кочубей, и, как бы это сказать, дельцов, инвесторов, предпринимателей, например, Донзас, и представителей новой этой бюрократии, это Боленский. Компания имела такую же примерно судьбу, как кредитмобиле, прошу прощения, в Америке. То есть очень быстро она выросла, подписчиком был сам император, это очень известная история. И очень быстро тоже сдулась, они хотели построить... Главная цель была построить сеть железных дорог с помощью активного привлечения иностранных инвестиций. Но в этот как раз момент, не повезло, в Америке случился кризис, лопнул как раз инвестиционный пузырь очередной, и деньги не потекли в Россию, то есть не удалось практически ничего на европейских биржах разместить, и переформатировали в итоге главное общество. Тем не менее, оно оставалось главным игроком на железнодорожном рынке, на рынке и строистой эксплуатации, вплоть до ликвидации уже при Александре Третьем. И здесь мы видим то же самое, что во Франции, это попытка ввести вот эту модель в финансовой уже сфере, не имеющую никакого отношения к железнодорожным строительствам, внешне. Это создание госбанка, общества взаимного кредита, акционерных коммерческих банков. То есть это вот структура, которая во Франции должна была концентрировать и перераспределять эффективно инвестиции. Внешне это похоже, да, вот эта система, и автором основной был Ломанский как раз. Внешне это похоже, но совершенно не похоже было в реальности. В чем заключались отличия? Государственный банк, в отличие от Франции и Англии, не был в России частным банком. Он был отделением казначейства и министерства финансов. Соответственно, у Государственного банка, не буду вдаваться в детали, в чем смысл, почему госбанки тогдашние в Европе были акционерными, частными. Смысл был в том, что эмиссия, то есть выпуск денежных знаков, имела форму выпуска банковских нот. То есть она должна была быть подкреплена и обеспечена отчасти металлическим запасом, а отчасти сделками реальными коммерческими. Судно, учетными операциями. То есть фактически банковские ноты, государственные деньги, имели характер облигаций. Ну, беспроцентно, допустим. Но по тогдашней теории денежного обращения это было гораздо надежнее, чем если казначейство печатает деньги, поскольку за казначейским печатанием денег, как я их не назову, ассигнации или кредитные билеты, ничего не стоит, кроме воли государства. В России государственный банк, как Ломанский хотел его сделать по образцу, Франция и Англия не получился. Точно так же общество взаимного кредита, которое, если вы помните, должны были аккумулировать ресурсы не очень крупных, средних и мелких предпринимателей и перераспределять их. Ничего этого тоже, конечно, не было. Характерно, что... Ну, то есть в перспективе было, но не в тот момент, не в 60-е, 70-е годы. Характерно, что Ломанский создал общество, Петербургское общество взаимного кредита, главное и первое. В помещении разместил его Госбанка, собственно говоря. Он был председателем, он был заместителем управляющего Госбанка и одновременно председателем управления общества взаимного кредита. И все знали, что обслуживающий персонал, когда нужно, он просто мешки денег из казны Госбанка перетаскивал в казну общество взаимного кредита, когда ликвидность нужна была. А потом таким же образом, если нужно, перетаскивал обратно. Ну, понятно, что эта система, мягко говоря, не совсем то, о чем думали переры, которые тоже не прочь были за счет бюджета поживиться, но не в таких уже патриархальных допотопных формах. Точно так же акционерные коммерческие банки работали отметь не так, как хотелось бы. Это характерный пример того, что внешнее заимствование в то время все-таки не имело тех форм, которые практиковались в Европе. Вот здесь мы... Сейчас я вам покажу, попробую этот слайд. Здесь мы видим учрежденное акционерное общество по отраслям. Это как раз это время, начиная с Николаевского еще времени. Если вглядеться, то мы видим совершенно непропорциональную роль, которую играли в акционерном учредительстве железные дороги. Это просто фантастические цифры. Вот, посмотрите. 179 и 586 миллионов. Это особенно впечатляет. И давайте посмотрим на банк и кредит. Совершенно другие цифры. И если сложить все это, то мы получим, что сейчас точно не помню эту цифру, потому что все время одни закрывались, другие открывались. То есть это динамичная цифра. Но в любом случае, никогда в реформенное время, включая 80-е годы, под 90-е годов, до этого рывка ВИЦе, никогда не было больше сотни акционерных банков в России, во всей империи. Тогда как в Англии, не акционерных, а частных банков, уже в конце 18-го века было около 600. Во Франции эти цифры более скромные, но это в совершенно другие порядки. И теперь, если мы посмотрим на промышленность, то есть за пределами инфраструктуры, которые можно отнести, банки, кредиты, железные дороги и страхования, что тогда была русская промышленность. Это главным образом, конечно, металлургия. сахар и текстильная промышленность. Ну, конечно, тут цифры. Можно, конечно, сказать, что это акционерные, здесь только общество приведено, там были еще товарищества, но, в общем-то, пропорции здесь, очевидно, совершенно тоже просвечивают. Что это означает? Это означает, что 60-е и 70-е годы это моноэкономика, это экономика строительства железных дорог. В основном за счет государственного бюджета в той или иной форме, в прямой или косвенной. И вот очень известный экономический историк Ольга Крисп, она прямо пишет, что, на мой взгляд, справедливо, что если искать какие-то рубежи, развития экономики вплоть до 90-х годов, то это, конечно, будет не отмена крепостного права, как ни странно, а именно создание главного общества железных дорог в 57-м году. Потому что отмена крепостного права, как она пишет, в общем-то, ничего экономике не дала и не отняла в ближайшей перспективе. И в среднесрочной перспективе тоже. А железные дороги фактически ее пнули очень сильно. Другой вопрос, куда? Вот результат, ближайший отдаленный результат с железнодорожного строительства. Это экспорт хлеба. Вы видите, очень резкий рост между 60-ми годами и 90-ми. Это результат именно появления железнодорожной сети, конечно. Понятно, что аграрное производство тоже выросло, но не в таких масштабах. Местный хлеб легко очень стал доставляться на европейские рынки. Что это все означает? Что государство все-таки играло очень важную роль в форсировании экономического развития, но не в эпоху Витте, как обычно представляется. гораздо раньше, конечно, масштабы были другие, у Витте десятки раз больше средств в экономике вращалось, в эпоху 60-70-х годов. И, как видно, из очень беглого такого, конечно, анализа тех институтов, которые государство, точнее, руками, государство, так скажем, руками либеральных экономистов создавало, либерально эту программу можно назвать довольно условно. В каком-то смысле они были такими же социалистами, дирижистами, как и Наполеон III. И тем более удивительно, что уже в 60-е годы эта модель развития подверглась массированной критике со стороны самых разных слоев русской общественности. Здесь объединились национальные предприниматели, типа Кокарева, Чижова и, так сказать, славянофилов, которые их поддерживали, почвенники. Вот здесь классическая повесть Достоевского, видите, уже в 64-м исторической. В 64-м году он пародировал довольно зло, и не сказать, что очень тонко, эту политику привлечения иностранных инвестиций. Сюжет такой, что в Пассаже, крокодил, которого привез немец какой-то, съел некоего чиновника, чиновник там у него сидел и никак не знали, как его вытащить. И, значит, все это рассматривается крокодил, как присутствие иностранного капитала, чиновник, как, вероятно, русская экономика или русские люди, которых этот иностранный капитал глотает. И, соответственно, Кудр Михайлович очень активно ездит по вот этим тогдашним модным понятиям. Привлечение капиталов, удвоение, основной капитал, капиталы группируются, и вот дальше новые отрасли полезной промышленности и так далее. В этот момент примерно, практически в этот момент реанимируется и Канкрин, который из такого экономного, очень расчетливого министра финансов превращается в носителя русской национальной идеи. Здесь вот очень хорошо в этой цитате. В общем, цитата не очень примечательная, из маргинальной газеты, но здесь очень хорошо выражено, что вот, смотрите, он стал русским в душе и, что очень характерно, значит, если уж неизбежен выбор, да, кому умирать, видимо, от нищеты, то он бы предпочитал, Канкрин, чтобы это... Значит, в Лионе кто-то, ткачи помирали, а не подмосковные, значит, крестьяне, которых привлекли на ткацкие фабрики. В чем тут логика? По Канкрину, значит, ну, это игра с... Мировая экономика это игра с нулевой суммой, да, или, так сказать, есть ограниченный набор благ, которые, если откуда-то, значит, где-то он прибыл, то откуда-то он обязательно убыл. Это незамысловатая, в общем-то, идеология, она уже с конца 60-х, начала 70-х годов начинает постепенно выходить на доминирующую позицию. Если мы станем искать причины ее доминировать, такого резкой смены такой идеологической парадигмы, то мы их не найдем в экономической сфере, потому что, да, были какие-то кризисы в 66-м, 73-м году, но еще до 73-го года самого масштабного кризиса и того времени, уже начала сворачиваться эта программа строительства, значит, новых институтов, финансовых, потому что железные дороги не останавливаются, замедлялось просто строительство, а вот с банками стало совсем плохо. Вот уже в 71-м году рейтер, министр финансов и, собственно говоря, лидер группировки либеральных экономистов прямо пишет, что модель кредит-мобилье это не банк на самом деле, вовсе. Это не настоящий банк, а настоящий банк это тот, который берет вклады и выдает суды, проводит вексельно-учетные операции и выдает суды под товар. То есть, никакие инвестиции здесь ни при чем. Практически с этого времени, с 71-го года, как очень хорошо показал все время, заморожено было учредительство в банковской сфере. То есть, акционерные компании в России создавались законодательным решением. Каждый раз законодательный акт нужен был. И это легко очень было заблокировать. Просто на уровне правительства государственного совета негласно и гласно говорили, нам не нужны больше банки. Нам не нужны вообще новые банки, потому что у нас их достаточно. То есть, достаточным считалась цифра в 4, по-моему, банка в Петербурге. А если считать с обществом взаимного кредита 5 или 6, и примерно столько же в Москве. Акционерных, я имею в виду, банк. Это был перелом, причем причины его не имели экономического, повторяющего характера. Они имели, скорее, характер идеологический. И мы видим очень хорошо это в 80-е годы, эту идеологию она уже оформлена окончательно. Это Кокарев, ну такой, анфантерибль русского предпринимательства, тоже миллионер, националистически настроенный, не без ума. Человек, который, кстати, участвовал в создании главного общества железных даров в конце 50-х годов. Но его очень обидело, что не русским полностью отдали это дело, а все-таки инициаторами были европейские банкиры. И вот он прямо пишет, что, вот, смотрите, это, что-то, конечно, очень сильно напоминает, что некие достаточно честные люди, вот этот кружок из 5-6 человек, но они ничего не понимали в русской жизни и в русской душе, они считали, что они знают какую-то, как алхимик, или знают какую-то науку, которой, на самом деле, никакой науки финансовой нет. И здесь верноплоданная Россия, которая движется по мгновению престола. Ну, а эти люди, может быть, и с добрыми намерениями, они отдают его власть Ротшильдов за пиржевого курса. Значит, это все воспроизводится, удивительно, конечно, факт, есть какие-то модели, так же, как дирижизм Деголя, можно найти в дирижизме Наполеона Третьего, так же, у нас, в общем-то, происходит постоянное повторение одних и тех же идеологических конфигураций. Я, к сожалению, затянул немножко, прошу прощения. Спасибо. Спасибо. Так, ну что, вопросы, пожалуйста. Хотел бы задать вопрос. Борис Иванович? Скажите, скажите, какова роль в элите того времени у людей, которые были образованы экономически, вообще интересовались по-моему? То есть, 5-6 человек, это, конечно, карикатура, но, в общем-то, скажем так, это несколько, человек 20, да? Это очень хорошо видно, они собирались под предводительством Безобразова на так называемые экономические обеды в ресторане «Данон». И, значит, приглашали туда разных влиятельных людей, министров и так далее. Но министров туда не очень охотно ходили, а некоторые из них, даже симпатизирующие идеологически, как, например, Валуев, они прямо писали, что вот какие-то там, что это карикатурный такой парламент экономический, если что слушать это невозможно, если это не имеет никакого отношения ни к чему. То есть роль эта была очень велика в принятии решений на протяжении, скажем так, 15-20 лет, но она была очень незначительна, и в основном их имидж был отрицательным в общественной мысли. Они очень хорошо понимали это, и Безобразов, и другие, постоянно пытались пропагандировать экономическую науку, но и себя в качестве носителей, монопольных носителей, экономического знания, но не очень удачно, потому что правительство относилось к этому с подозрением, потому что вот какие-то там общества предлагаются, политэкономические, непонятно, что будут пропагандировать, фритрейт, тоже не очень понятно, зачем нам это нужно. А самое важное, что все-таки реально они, то есть как бы этот имидж, который создал им, создало им патриотическое общественное мнение, которое очень хорошо проявилось в этой цитате из Кокарева, этот имидж был зеркальным отражением того, как они сами себя позиционировали, как носителей достаточно эксклюзивного такого знания, которое научное, безусловно, как писал Безобразов, политическая экономия это самая-самая достоверная математическая из всех социальных, общественных наук, а надо иметь в виду, что тогда же экономикс не было, то есть она не имела математизации никакой. Тогдашняя политэкономия это была такая как бы общая теория производства, распределения и потребления. Никого математического аппарата не было. То есть что ограждая границы науки своей, насколько это было связано с распределением ресурсов и принятием решений, они тем самым во многом отказывались от влияния на общественного неинтересного. А подогонку к этому вопросу можно? А научные и образовательные треки распространения своих возлеев использовали эти туры? Конечно, в конце 50-х годов к более широкому кругу единомышленников практически не была монополия на преподавание политической экономии во всех заведениях. Это так, да. Другое дело, как это воздействовало. Наверное, как показывает последующее, событие не очень сильно это повлияло, потому что те, кто учился у них, у Вернацкого, бунгет, в 80-е и 90-е годы составили ядро народнической политической экономии, если можно так выразиться. То есть идеологи этого с особого пути к квинтэссенции. Видимо, не очень они прониклись. У меня возник такой вопрос почти неприличный. Дело в том, что, поскольку я начала не слышал, сначала слышал, с концом не согласен. Было интересно, и были очень разные ниточки. Они паутина тянутся в разные стороны. Были сравнительные моменты. Вот во Франции, вот вообще в Европе вот такие сякие, экономисты, такие сякие теории, вот такие практики, а вы в России вот это. я пытаюсь для себя как-то это все в какую-то коробочку уложить и понять, на чем автор, то есть вы делаете главный акцент, на расхождении или между экономистами, теоретиками, оторванными от жизни и, допустим, практиками, министрами, или между теми и другими и, соответственно, публицистами, да, вот, как, так сказать, или, например, о том, как все повторяется, да, вот эти циклы и сейчас, да, дирижизм там, да, то есть тут можно на любом сделать акцент из этих пунктов, а вот как вы видите, что здесь самое важное? В том, что касается этого доклада, наверное, можно сформулировать это так, значит, как система, некая система знания, да, и оформляется в некую систему там, практических действий, да, то есть, на мой взгляд, и как, в свою очередь, эти практические действия идеологически, в широком смысле, форматируются, то есть мы не можем найти, я поясню, в свое время, когда Конкрин говорил, что России не нужны железные дороги, императоры убеждали, значит, сторонники железного строительства, в основном, лоббировалось, значит, инженерами и военными, они говорили, ну, ваше величие, что мы же воевать не сможем, потому что нам, мы не доставим, у нас огромная армия, но мы не можем ее к театру военных действий переместить быстро, то есть нужно стратегически, в военном смысле, нужно это строительство, а Конкрин говорил, все наоборот, вот к нам Наполеон опять какой-нибудь придет и, пользуясь железными дорогами, он до Москвы доберется за два дня от границы, а так он будет, а Конкрин же не случайно это вспомнил, потому что он был главным генерал-антендантом армии во время наполеоновских войн, то есть практические аргументы очень часто скрывают, но, значит, как бы сказать, рационалистические мотивации выглядят рационалистическими, но не являются таковыми, да, с другой стороны, нельзя сказать, что реальные решения принимаются, исходя из давления каких-то групп интересов, лоббирования, не так вроде это тоже происходит. И, на мой взгляд, этот пример каких-то важных очень институциональных решений, которые касались российской экономики, самых важных, наверное, в 19 веке, потому что они определили последующий тренд, принимались не исходя из каких-то разветвленных идеологических только соображений или только из материальных соображений определенных групп влияния. А удивительно, такая, как бы сказать, конвергенция разных факторов повлияла на то, что мы имели вот именно такой государственный банк, например, как главный институт экономической политики. Случайность тоже имела место. Я не знаю, Марка, что-то ваши вопросы? Спасибо, но вы, так сказать, как дирижер, продириживали свои протитуры. Я не понял, где вы ставите акценты. Спасибо. Пожалуйста, коллеги, вопросы или суждения, если вопросы... Он сразу доходу выговорит, у меня уже вырос... Да, пожалуйста, вырос... Игорь, вы говорите о том, что система знаний, да, у меня есть сомнения в том, что знания были по экономической ситуации в России были знания вот такими темно-вотами? Ага. А что вы имеете в виду под знаниями? Статистика. Ну, в Париже, как раз, вам сказали, что статистика была не очень хорошо, прямо, скажем, на 90-е годы, да? Тогда получали знания совершенно теоретические. но как бы статистика это, конечно, очень важная наука, не менее модная тогда была, чем политическая экономия, и тоже всем было понятно, что в России она, так скажем, институционально практически отсутствует, фактически. Но все-таки, если вы под знаниями имеете в виду эмпирические знания, да, то видите, в чем дело? Нигде в Европе они не играли решающей роли в принятии решений в то время, да? То есть, если читать нынешние работы экономических историков, то никогда мы не увидим, что они опираются на ту систему эмпирических как бы сведений, которая была собрана и обобщена тогдашними экономистами. Они все равно вынуждены идти к первичным источникам, И не то, что не используется официальная статистика там Британии, во Франции, конечно, в Германии она просто была развита, дозаоблачных вершин, по тогдашним представлениям, что она дескриптивная все-таки была, она используется. Но вот те модели, которые предлагались экономистами и классической школы, и исторической школы в Германии, например, никогда не рецеприруются современной экономической историей. Не теорией, а именно историей. На мой взгляд, это говорит о том, что все-таки и там эмпирика играла подчиненную роль по отношению к каким-то парадигмальным системам, которые формировали знания, на самом деле. В России? В России? В России? Ваши? В то же время было много времени в России рассуждение того похода и было по благе для народа о том, совершенно и так далее. Нам было много попыток помещений и там даже были какие-то свои помещения и принимали те, кто теперь не антикорбитар на самом деле. Как строить жизнь, так сказать, более совершенно и так далее. И принимается какие-то попытки экономистами в общем-то такой опыт и что-то неправильное для них. Или это что-то по-серогам неизвестно. Нет, я бы не хотел, чтобы он создал впечатление какого-то. У меня нет нигилистического отношения к... Это время, о котором я говорил, это, собственно говоря, период такого расцвета сциентизма в Европе, но и в России, соответственно. То есть представление о том, что знание об обществе должна давать не медельянская теория, не кантиянская, а наука позитивная. И, соответственно, поскольку позитивная наука, как ее не понимай, она все-таки построена на импирике, то пафос был именно в том, что давайте статистикой займемся, давайте опираться на какие-то реалии во многом. другой вопрос, смотрите, это хороший пример, рационализаторы-помещики, которые, например, выписывали в начале XIX века, потому что смятианство было в моде, и Англия тоже, выписывали машины и фермеров из Британии, сажали их рядом с крестьянами своими крепостными в надежде, что этим образом Россия перейдет к английской агрокультуре. Ну и разорялись в основном. Хороший пример соответствия идеологии и практики. И перестали это делать. очень незначительная степень, насколько именно классический анархизм, потому что анархизм это очень широкое понятие. Бакунин практически никак. Я не знаю, как уж там Бакунин, то есть русские анархисты как повлияли на европейскую экономическую мысль, если вы имеете ввиду как Прудона, то, конечно, это влияние было очень сильно. Я так понял, что вы спрашиваете о русских. Я сомневаюсь, что Бакунин сильно повлиял в смысле экономических идей. Ни на Европу, ни на Россию, по-моему, как-то это сложно проследить. Это было какой-то тоже в экономике, в смысле экономики это был коктейль из Прудона и другие. Ленин со всеми боролся. Нет, он боролся с теми, кто рядом. Ему не было смысла бороться с классиками, со сторонниками классической политэкономии, потому что, как известно, это один из источников марксизма. А вот кто рядом, но при этом не похож, это опасно. Так, пожалуйста, еще вопросы суждения. Я, Александр. Дернулся еще к вопросу о развитии статистики. У меня ощущение, что в этом рассказе все-таки что-то попадает, потому что статистика, она очень активно надевается, она влияет, мне кажется, что это происходит. То есть, цифры, они в 5 разов делают ее совсем другое. И это происходит как раз на это же самое время. И эти люди, да, они очень добрали, они активно в физическом уровне показателя, они в этом процессе очень активно участвуют. И мне не падало немножко. в том, да, вы правы, совершенно, я просто опустил это по той субъективной причине, что я об этом написал в книжке, которая совершенно другой теме посвящена, крестьянской реформе. И там как раз одна из основных идей заключается в том, что, опять-таки, под влиянием импортированной парадигмы, на это время приходится революция в европейской статистике. Не только в идеологическом смысле, там, кетле, но и в смысле институциональном. То есть организуются вот эти международные статистические конгрессы, которые разрабатывали директивы по организации национальной статистики. Россия включилась в этот процесс как раз совершенно правы в это время. То есть как только Николая не стало, мы сразу стали посылать делегатов туда. И эти делегаты наши там на этих конгрессах были как раз вроде бы из этого кружка. То есть Ломанский например с Кетле общался и так далее. С одной стороны Дезобразов, как вы правильно отметили. С другой стороны руководителем национального ЦСК Центрального статистического комитета России в МВД был Семенов-Тиньшанский, который ну никакого не имел отношения не только к политэкономии, но и к либеральной экономической мысли. Он прям противоположных позиций придерживался. Народнических условно скажем. Таким образом вот эта народническая статистика, которая расцвела в 80-е и 90-е годы, она в каком-то смысле парадоксальным образом текла из того же резервуара, из которого текла статистика, которую использовали либеральные экономисты. Просто они по-разному поворачивали ее. это как раз говорит о том, что и те и другие в рамках одной и той же сиентистской парадигмы делали из нее совершенно противоположные выводы о судьбе русской экономики. Я хотел сказать, что эта работа по этому конкретному проекту в таком более-менее начале находится, поэтому я был бы очень признателен за какую-нибудь критику и потому что я сам чувствую, что пока еще это ин-прогресс мягко спасли. Я начну субъективной совершенно субъективной и значебной основанной нападки. Критику это пожалуйста, если просите. Дальше я думаю присутствующие подхватят что-нибудь более дельное скажут. Значит по какому-то воспринимателю, по структуре это было видно в вопросе, который я задал. Мне вот не хватало стержня. мне не хватало то, что у нас сейчас можно назвать месседжем. То есть вот аж все вот. А вот этого не хватало с точки зрения позиционирования автора и вектора это все к чему. Материалы интересны, разнообразны и понятно что еще можно еще целый час и даже больше об этом говорить но акцент вектор направления это первый логический момент как организовать этот материал потому что мы все этим занимаемся материала много мы всегда избирательные мы не можем изложить все а мы пытаемся ловить смысл отсюда этот вопрос теперь то что мне показалось целым интересным и как-то созвучным с тем о чем я сейчас размышляю ну вот эмпирика и теория и вот эти теоретики ну в данном случае экономисты и то что вы называли часто скомпрометированным словом действительность и что-то там в реальности я думаю что и прошлый опыт 19 века и нынешний может быть молодой вам помочь как-то вот так боретесь с этим звуком так что всей аудитории хочется уже помочь значит вот я сейчас вернусь к своей мысли вот а мысль была да теории и собственно цифров эмпирики и так далее я думаю что как в 19 веке так и сейчас сами по себе цифры нам ничего не говорят мы все равно пытаемся извлечь какой-то смысл в этом смысле модель нельзя убить вот или сказать что такой-то например тот же гершенгрон который там на небесах подпрыгивает потому что кому как не ему достается критикует непрерывно но не могут от него избавиться ну не могут вот то есть модели они в какой-то степени вечны удачная модель но наверное та которую больше всего критикуют и никак не могут без этого обойтись вот гершенгрон это именно то как раз хотел заступиться сказать что он велик и что замена ему не до сих пор я не специалист но не сошлюсь на Убрайена например который об этом прямо пишет статья индустриализация и модель типологии и так далее что да раскритикован да все понятно но замены нету вот если говорить о компаративистской рамке а мне он был интересен в этом плане как великий компаративист именно так в середине я думаю 50-60-е годы самый сильный в этом смысле историк компаративист которому было суждено работать именно на как это департаменте экономики то есть он оттуда хотя он историк да так сказать понятно вот и я думаю что его модель в этом смысле не убиваем то есть несмотря на то что в ней можно массу придирок высказать да и вы тоже закончили тем что все-таки вот государство сыграло не в тот период а несколько раньше чем часто утверждалось не в 90-е годы не привито вот видите там эпоху великих реформ но ведь это опять то что он говорил но с поправками многими поправками потому что он хорошо логически мыслил и он осуждал так что то что в других странах должны были делать частные банки а извините а в России их нет откуда возьмется соответственно вот вот это недостающая масса откуда ее взять вот он решил что это должно быть государство конечно во многом не эмпирически а так как вот ну должно быть так по модели вот и вместе с тем там очень много таких инсайтов очень интересных соображений которые далеко не России касаются и в этом его ценности не в том что он специалист он был специалистом но он еще кроме того Италию там изучал да и как говорили про него каждый день учил новый язык да то про Болгарию пишет то про Италию то про Россию то еще про что-то мыслил так по крайней мере в рамках континента европейского так что это это очень сильно так же как и Europe in Russian Mirror Европа в русском зеркале его известная книга тоже новаторская очень интересная так что вот и вот это так сказать мысль которую я закругляю она в том что модели не убиваются да эмпирический материал там нарастает и какие-то вещи нуждаются в поправках но если мысль есть то она не исчезает и через какое-то время цикл повторяется маятник опять идет в другую сторону и смотришь вот он опять классик да вот его опять цитируют тоже касается на другом уровне и публицистов да и всяких так сказать рассуждателей иногда очень популярных и далеких может быть да вот неких высоких теорий но они по-своему тоже превращают это модель и объясняют обществу куда надо идти куда не надо идти и как ни странно это более действенное чем цифры чем какая-то как мы говорим реальность она сама по себе не выстреливает обстреливает вот эти очень спорные и всегда спорные диаметральные там не знаю сколько там вариантов оказывается до того времени у вас там то народническая то иная оказывается так сказать оппонентом да что из этого было может быть побольше что там сенсимонизм что так сказать почвенчество не знаю самые разные сценарии которые разыгрываются некоторые из них очень узнаваемы до сих пор на этом все вот действительно действительно звучит вот я пожалуй здесь остановлюсь значит у меня было общее намечание и некоторые слова в защиту обожаемого мною автора как я его ценю как компротивиста и поверьте что компротивисты не устают отвешивать ему поклоны и дифферамбы потому что мало у кого получилось показать общую модель и в ней масса так сказать вариаций да это то чем можно только мечтать мало у кого это получается так же как держать в поле зрения всю палитру а это самое главное а не то что у него здесь не та цифра или в этой стране не совсем так происходило дело как он сообразил это не разрушит его модель вот в чем дело даже если мы вынем Россию допустим скажем что тут не так так ну наверное будут желающие еще высказаться какое-то мы еще можем поэксплуатировать немножко кто бы хотел критиковать или поддержать пожалуйста себе но в конце будет полная возможность всем нам ответить да если мы говорим о техническом нового количества аспекте о моделях которые надеваются а каком уровне индивидуализации обороны технологии чтобы это не делся потому что мы знаем модель который надеваются предложены для индустриализации в разных странах Европы в первую очередь возможно что это общая схема но насколько это сложный историкам в начинстве времени но она могла считать удобно мы не можем привести конкретные моменты то есть примеры моделей довольно общих аккаунтов которые вспоминают о каком-то этапе родина довольно экзотичном историографии можно я тоже я безумно уважаю я люблю гершин крона потому что я не знаю как насчет не способен вероятно до конца оценить его компротивистский полет просто потому что недостаточно владею так хорошо как экономические историки конкретным материалом локальным но он конечно блестящий стилист и просто он как бы я бы сказал так мыслитель определенного масштаба даже не столько как бы ученый да сколько именно мыслитель и в этом смысле он конечно никуда не делся что же касается моделей то я скорее соглашусь с сергеем что если под моделью иметь в виду некую как бы научную как не понимаю парадигму то да не деваются одни так сказать была это даже не модель а это общая модель модернизации которая лежит в основе объяснения определенного процесса трансформационного который произошел в западном мире начиная с в новое время так скажем распорчато ну и как бы сейчас действительно нет замены но уже как-то не очень она выглядит убедительно не только если эмпирически верифицировать но и на таком парадигмальном уровне да и потому что она строится на идее все-таки нормализации да что вот есть какая-то нормальность и есть эта нормальность она дробится то есть что вот стопроцентная нормальность это британия 70% нормальность там франция если говорить гершинкроле там 50-процентная нормальность там 10% нормальность россии но это абсолютно не работает просто и может быть да — По-моему, именно в этом ключевом вопрос. Потому что у нас в нашей дискуссии произошло некое совмещение двух типов матов. Того, как мы представляем матовик. По одной стороны, есть академические модели, которые предлагают объяснение. — По другой стороне, есть модели, которые пользуются, собственно говоря, в вашем рассказе. — Восьмейшие условия, скажем. — Ну, за капец. — Я люблю слово мифу, грубо говоря, что в них не используют. Вот. Ну, некоторые взгляды на их тогда социальное воображение. Ну, как устроен мир, как устроен экономик и так далее. То есть у нас есть вот эта модель. Можно в другом месте поставить удаление, но вот вы поставите на нормализации, на нормальности, не соответствуя этому идеалу тех или иных национальных экономик. А с другой стороны у нас есть, потому что экономические мы встретили русские и французские, российские и французские, которые как-то себе представляют пути развития национальных экономик. Иллюстрации. Это, ну, как бы, мы просто совместили в одном усложнении два разных типов мечтаний, представления о предметах. Параллельно я понимаю, что, когда вы говорили, кстати, статистику очень кстати, потому что как бы она была развита или наоборот не развита, она всегда получается, что служит иллюстрацией для каких-то более-менее не поддержанных статистически, а возможно и с нашими чувствами эмберически идей о том, как это все развивается. Но вы говорите о том, что вот эта модель нормализации, да, условно, и представление нормализации, где это нормальность, полное предание, и Англия – это сто процентов, ну, а, вы знаете, два – это десять процентов. Но ведь, когда мы говорим о граняющих или каких-то прочих компенсационных механизмах, мы шли во многом исследуем по логике тех людей, которые не видели по политику, которые гибли, в том числе и Англии, в качестве идеала. Ну, там с какими-то… То есть это не только наше представление о том, что такое нормальная или успешная модернная экономика, но, опять-то, в какой-то степени, я уж не знаю, в какой представлении тех людей, которые вы принимали решение, в том числе, и в области экономической политики. Ну да. Ну, собственно, я пытался, наверное, если говорить о каком-то месседже, выступлении… Несколько сформулировать это может быть четко и логически, сколько попытаться показать некоторые черты вот этого превращения, с одной стороны, эмпирического знания через разные институты в политику, а, с другой стороны, того, как политика и общественная мысль форматировала дальнейшее развитие этого эмпирического знания, то все не очень просто сделать, потому что там, где есть несколько резервуаров, есть некие процессы, которые анализируют экономические историки, в том числе компаративисты, а есть совершенно другие процессы, которые анализируют историки идеологий и люди, которые занимаются социальным воображением. И, значит, эти два резервуара очень тяжело совместить риторически. То есть построить рассказ таким образом, чтобы это было что-то, вот как это одно с другим сочеталось, да, а не только про то или про это. И, к сожалению, вот я и думаю, что вы совершенно правы, что это не очень хорошо получается. Сейчас еще охотно дам слово. У меня пока пришла в голову одна мысль. Просто я вижу, что то, что называется экономические историки, особенно нынешние очень многие, они в сущности экономисты. То есть экономист-историк – это другое существо. Читаю сейчас как-то друг за другом Кларка, новых авторов, Алина, да. Я это хорошо вижу, что они иначе задачи ставят. У них все еще поиск причин, от чего, заметьте, социальные историки отказались, а культурные еще раньше. Кто-то нелево, так почему это, как мы выстроим цепочку. Вот, это просто другие животные, да, друг другое, хотя их тоже как бы там слово «историков» мелькает. Но вот эти New Comparative Economic History, которые там в Калифорнии процветают, ведь они там прямо написали, да, если взять эту вот книгу, там 2007 года, там написано, что мы не будем идти на поводу историков, не будем. У нас адженда другая, да. Вот все написано на самом деле, да. И эта адженда – это повестка дня экономической науки. И мы вот будем делать все, так сказать, для нас историков материал просто, да. То есть у нас задачи совершенно другие. И поэтому то, что выглядит, как, ну, называется экономическая история, там существительное, не там где-то, вы понимаете, надо прилагательное существительное поменять местами. Да, то есть это будет действительно такая историческая экономика, вот правильнее бы сказать. И они мыслят по-другому. Гершин Крон в этом смысле гораздо больше историк, гораздо больше. И у него гораздо больше остается места для вот этих очень дорогих историков, местных различий, местной специфики. Я не согласен, что он так сильно привязан к модернизации. Он, конечно же, от этого отталкивался, но не так жестко, как Ростов, например, которого просто вот без этого вообще невозможно, да. жесткая последовательность стадии. Между тем, как, ну, не будем долго на этом задерживаться, но понятно, что вся прелесть вот в этом бесконечном разнообразии. Что Гершин Крон делает, например, с идеей первоначального чего-то там, накопления, да, или какого-то первоначального, предпосылок знаменитой для индустриализации. Что, так сказать, их часто нету, он констатирует, ни здесь, ни в этой стране, ни в той. То есть он разрушает, на самом деле, вот эту единую модель, и чем он молодец, да. То есть это вот как историк делает, а не как экономист. И говорит это, и тем не менее, да, не стоит отказываться от понятия, как он называет вот этих каких-то необходимых посылок, потому что тогда мы увидим, какой рзац был, да. А что они там придумали, чтобы заменить недостающий им какой-то, оглядываясь на Англию, да, вот в Англии это было, здесь нету. В России, неважно, в Германии, где-то еще. Вот это, вот так мыслит историк, вот как я это понимаю, да. И нам это как раз очень интересно, а что здесь нашли для того, чтобы что-то построить, что-то сделать, не имея ни того, ни пятого, ни десятого, что было в образцовой стране. Экономисты, конечно, рассуждают в этом плане по-другому, да. Им как раз очень мало интересны местные специфика, да, местные отличия, им интересна общая, генеральная, глобальная модель. И, собственно, об этом все эти книги. Но и последний момент, так сказать, блеск и нищета экономической истории заключается в том, что сколько авторов, столько, естественно, объяснений и столько причин. И они все разные. На Гайдаровском форуме в январе 13-го года я посмотрел просто, да, выступление звезд. Ну, там вот Голлстоун выступал. И он там пожаловался. Он говорит, я спросил шесть ведущих британских экономистов, да, так в чем же, значит, причины промышленной революции? Я получил шесть ответов разных. И Марайси басня. Лучше надо изучать там какой-то эмпирический материал. Ну, вот, то есть, сначала я согласен, с концом я совсем не согласен. Не в том дело, что плохо изучали эмпирический материал, который нынче огромный, да, то есть, огромные базы, огромные цифры, данные, этого всего очень много, да, а объяснений масса, и тот же Кларк говорит о том, что мы знаем, что ничего не знаем, да, то есть, что вообще зря экономистам платят зарплату, если, так сказать, почитать последние разделы его книги. Вот при Мальтусе мы хорошо понимали, то есть, до восемьсотого года все понятно, модель работает после восемьсотого, а черт его знает, что вообще происходило и происходит. Вот, так сказать, к чему это все приходит. Так что здесь я о дисциплинах, да, вот чувствую себя абсолютно историком и абсолютно не экономистом, я посмотрю на это как на совершенно для меня что-то диковинное, да, и вот отмечаю разброд... Ну вот они и разрушают ревизионисты для шинкрона по вину из той же логики, что мы не знаем, он знал, как ему казалось. Конечно, об этом, как вы сами сказали, ничего такого глобального, как сказать, и серьезно альтернативного предложить не могут, да, то есть вот критикуют, как собачки лают, но кусают, но ничего не могут поменять и предложить что-то, так сказать, столь же масштабное и убедительное. Ну вот о чем мы речьим. Так, может быть последние реплики выступления, Борисович? Нет, у меня реплики нет, выступлений нет. Просто я хочу поделиться чувством простого человеческого смятения, потому что мне казалось, что вообще-то в центре, судя по названию и, в общем-то, основной части доклада, это разговор у какой-то группы людей, которые были связаны с каким-то, ну, какими-то общими взглядами, да, которые имели какое-то влияние. Мне казалось, что у Амир Анатольевича пытаются следить истоки этого движения, которые, например, образования, в общем, background, в какой-то общей тактике продвижения этих идей. И, честно говоря, к этому вот, а разговор у нас сейчас пошел о Гершингроне. Ну, это, если она будет извините. Ну, это такая пристройка сначала, может быть, на заложники вот композиции доклада и бюджета времени, которые будут использованы доклады. Ну, как бы, ну, Гершингрон, это, собственно, и... Я не понимаю, может быть, и причем, но я не очень понимаю, причем. Потому что он не создатель, так сказать, он сформулировал некую такую парадигмальную схему, да, которая, на мой взгляд, почерпнула он, как бы, не в эмпирической все-таки реальности, а... Ну, как условно, так сказать, в идеологии, так скажем, да. И эта схема, она до сих пор, вы абсолютно правы, форматирует то, как мы понимаем, по крайней мере, в российской историографии на 100%, то, что происходило в экономике страны, да. И это удивительно, потому что она не просто живет, а в известном смысле воспроизводится с разными, там, в разном оформлении, но одна и та же схема, и она жива, да. И поэтому идея моя заключалась в том, чтобы столкнуть вот эту удивительную, так сказать, удивительный континуитет в сфере объяснений, в том числе там каузальных, да, с вот этой другой реальностью, где отдельные экономисты того времени не очень хорошо понимали, да, где они... То есть та сумма знаний, представлений и вообще видения реальности, которая у них была, принципиально отличалась все-таки от современной, да, и мы постоянно об этом забываем, увлекаясь сменой этих вот, или повторяемостью этих парадигм. А тут важны детали, ну, это достаточно очевидно. Силограмм, Александр, вы-то нам хотели что-то сказать? И, знаете, мы не могли бы сказать, что мы были в предложении, но, в каких-то таких соглашениях. И, видите, мне не хватает контекста, которого новыми двигателям. То есть только я очень долго работала в институте, где занимаюсь историей науки, да, и даже контекста производства знаний у частности, да, экономического и социального контекста производства этого знания, мне, честно говоря, не хватает, поскольку вот, ну, я знаю, что есть очень интересные, очень сильные исследования этой истории статистики в Европе, например, да, как это все происходило в конце 18-го, 19-го века, совершенно удивительные истории, да, есть ничего не про Россию, есть какие-то тома, которые сделаны очень серьезными советскими исследователями в этой истории статистики, но эта история не написана, да, и также не написана про политическую экономику. Поэтому вот этих людей, которых вы исследуете, мне не хватает контекста производства знаний вот этого особого в этот период и как-то того. Потому что мало говорить о том, каким они институция учились, а важно понимать, как, ну, что именно они учили и как, да, и чему они учили своих учений Львову, как это был институциональный организм, то есть институциональный концепт, концепт этого знания в России в тот момент. Чем это отличалось от европейских институтов? Эти люди, насколько я понимаю, они выезжали, да, в Европу, для них это было важно. Они говорили, что они поезжали на конгрессы уже, да, то есть они общались с коллегами, они это приводили в Россию, они хотели это сделать, ну, если не так, что примерно так же. За разом реализуют в географическом обществе отделение политэкономическое, и контекст развития общественных организаций, да, научных в России в этот период, это тоже, что бы очень хотелось бы здесь больше, да, что именно и как они делают вообще географическое общество, которое создавалось в этот момент и как оно создавалось, как оно работало, это очень интересно. Потом министерство тоже мало сказать, что они работали в этих министерствах, а что нужно было, почему возникают ученые комитеты, да, в этот период разного министерства, и им нужны люди, которые обладают этим знанием, и которые это знание должно измерить реально, да, то есть и министерство работает по-другому, хочется понять, как вот там вот это было все уже устроено, с этими комитетами, как оно все это завязано, вот мне вот этого немножко захватает. Я думаю, что это было бы очень-очень интересно, потому что, ну вот у вас в Апанонсе есть жесткий идеологический контроль, это штамп, о котором мало о чем мы говорили, а время как все равно очень вылечивое, то есть с одной стороны, ну вот мы знаем, да, что в втором половине там не какая-то сжаст, не теряется, все это и прочее, а с другой стороны, ну потрясающая, да, для развития, да, и все это вот, так как прокотеку надо еще. Татьяна. Я тоже прокотеку хочу сказать, но она очень нравится. Мне кажется, тема, безусловно, очень богатая. И здесь вот вы нам продемонстрировали ее отдельные богатства, я уверен, как вы знаете, гораздо больше, да, опираясь, опять же, на вашу недавнюю книгу 11-го года. Мне очень понравилась в прозвучавшем докладе другая тема, не сколько производство знания, как властное, так сказать, в министерствах, в образовательных структурах университетов, в закрытых школах, да, а какая-то рецепция и ответ на это знание в публике, что называется, крокодил здесь, по-моему, очень хорошо играет. Мне кажется, это тоже очень интересно. От вас звучало слово «резервуар», да? Есть определенные идеи, как мы видели, например, об особой деревенской экономике, да, патриархальной экономике, которая существует в России, которая находится, и вот эти идеи находятся в каком-то параллельном существовании, безобразов, висламанским, со всеми такими прогрессивными экономистами. Мне кажется, это тоже очень важное измерение какого-то, так сказать, какой-то публичной экономической дискуссии, которая тоже, по-моему, очень украшает вашу тему. То есть, конечно, сконцентрироваться на чем-то и поставить основной вопрос, но сейчас, как я понимаю, это вопрос о механизме принятия решений, практических решений, правильно я понимаю, да? Вот как все эти идеи становятся государственной политикой. Ну, или подскрыли и не становятся. Или не становятся государственной политикой. Мне кажется, вас тоже это интересует, как бы вот эти государственные шансы. Да вот они есть, вот они на столе, вот эти влиятельные люди, и потом они перестают влиять, да, и влияют не так, как, может быть, они бы хотели, да, там, в ресторане. Да. Короче, мне кажется, это прекрасная тема и уже очень много сделано, но просто, конечно, надо еще думать. Да, это все. Мы продолжаем эту тему, потому что… Субтитры, мою любоприступную. Дело в том, что мы, когда мы смотрим на… или в какой-то джестном потепореческом выображенка, мы выображаем процесс принятия решений там, в том, что решений в власти, мы иногда представляем себе, что это все делается на основном мнение экспертов, что мы связаны две вещи у меня для решений и существования специальных институций институтов статистических бюро и так далее иногда долетают какие-то слухи информации на основании чего это не так у нас работает сообщество экспертов на бюджетные деньги, это очень действительно существующие не только на филе госдепо для того, чтобы предварить эти знания только другого государства чтобы это государство, которое оплачивает для работы этих экспертов, не пользовалось их экспертом знанием то есть у нас логика существования в этой институции и структур по сбору, производства информации и так далее оно какое-то самодостаточное, поскольку государство оно нужно для того, чтобы показать другому государству что у нас есть, а у нас есть эти люди, вот у нас это заполнено а, как бы, вот то, что там, эти люди умные, они знают много про то, что в любой стране и вообще там теорию и как но это никому не нужно, на самом деле, фактически то есть, как бы, на уровне их существования нужно вот, не то, что они такие симпатичные, наоборот, безобразные, тоже важно но, собственно, это будет трудно воображать воображать, связывать их работу и принятие решений теми людьми, теми людьми, которые в воду платят деньги это не совсем много, мне кажется, что это существование даже разрыв про неправильную метафору как бы, самодостаточное существование тех структур и механизм для актуальных реальной политики и экспертного сообщества и иногда существование одного и того же человека лица в рамках экспертного сообщества какой-нибудь институции и в рамках реальной политики когда это, в общем так, оказывается, не особо даже связано вот, в этом докладе я увидел в этом какие-то такие слои иллюстрации, когда вот та же самая статистика умная и, наоборот, безданность она, собственно, не имеется в начале, как ее делают потому что она привлекается в лучшем случае для иллюстрации на самом деле, вот, ПТА, всея Руси может вызывать любой процент православных верующих, любого в зависимости от того, что он уже сейчас вот, и, неважно, этот процент будет, в чем-то существует долгих две сотни людей, которые считают этот процент но он, это тот, который, который нужен или, ну, или не нужен, неважно Владимир, прошу прощения Спасибо Ну, почти два часа с вами сидим, что говорили там высоких качеств докладчика в интересе, проявок мне кажется, что часть этого интереса, ну, тот случай, когда, что называется наши предоставки, продолжение наших достоинств или, наоборот то есть доклад децентрован, как правило, децентрирован в нем не было стержнем, что признан Игорь Анатольевич но именно поэтому разные вот эти блестки, разные интересные вкусные кусочки, которые там не зацепили разных присутствующих кому-то понравилось это, кто-то там, как я набросился, и тем самым, вот, вызвал неудовольствие зачем вообще там этот персонаж, вот, кто-то, кому-то хотел больше статистики, кто-то там обратил внимание на, там, другие аспекты я подумал, что у вас может получиться роскошная книга о хаосе вот, дело в том, что мы все заняты тем, что мы все время упорядочиваем вот так свойственно ученым, кстати, какую-то систему создавать я обычно говорю студентам, что, пожалуйста, не путайте, да, вот, систематический ум исследователя и систему, которой, возможно, нету в обществе, может быть, ее нету и вот ваш рассказ, ваша будущая работа большая, она может быть о том, как одни люди принимали решения другие люди делали там бит или действительно очень, так сказать, как сейчас Сергей говорил действительно что-то там советовали, это было некое экспертное сообщество, так а третьи люди все это критиковали, как Достоевский там, а четвертые там что-то переводили какие-то западные работы, и все это называлось миром там, российского хозяйства и там, экономики, вот, и несколько такой абсурдистский взгляд, но из этого можно сделать очень интересную работу, вот, там, 4-5 миров, да, которые сосуществовали и как-то сложно друг на друга реагировали, вот, а какая была достаточно равнодействующая, что из этого получалось, вот, это, так сказать, вот то, с чем мы теперь имеем дело, да, многоликий мир такой, да, состоящий из очень многих, а уж в такую рамку это облечь, будет это какая-то теория градов, будет это, что там, сетевое такое, да, из много, да, и тоже вам виднее, что как это все облечь, да, вот, видимо, жалко терять каждую из этих, так сказать, из этих сюжетов, да, или из этих ниточек, вот, а теперь, пожалуйста, вам слово для ответов, да, какие-то реакции на все, что нам было, да. Михаил Марков, я, как и вчера, восхищен вашим умением облечь смутные идеи в какую-то чеканную форму, и... Ну да, наверное, нет, вы абсолютно точно сформулировали, как бы, тот хаос, в котором находится сейчас, тема, то, как я над ней работаю, естественно, да, поскольку это процесс, можно сказать, в начале, и, с другой стороны, то, как я вижу, саму эту тему, да, получается, перекликается немножко. Другое дело, что выстраивая так сегодняшний доклад, я немножко хотел присутствующих спровоцировать, потому что я сам еще не очень вижу, куда вы правы, то туда можно, сюда можно, а везде вроде как нельзя, потому что вот вы сказали хаос, это да, но что же ведь читатели книги спросят о том же самом, о чем вы спросили вначале, в чем же месседж, и боюсь, что... Придется выбирать, и я хотел просто услышать какую-то реакцию от вас, коллеги, понять, где, что, как играет восприятие людей, которые, может быть, этим непосредственно меня занимаются, непосредственно тоже не занимаются. И я очень благодарен за то, что эту реакцию я, в общем-то, многообразную получил, и что-то у меня там... оформилось. Мне еще надо подумать, потому что все это... Не сразу я могу сделать выводы, да, но это очень... Очень ценный опыт. Спасибо большое. Мы через какое-то время услышим продолжение, увидим, куда так снова хаос или система, куда это сдвинулось, и кто теперь ваш главный герой. Спасибо большое. Было очень интересно. Спасибо. 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 Спасибо.